У меня есть для тебя награда? Я хочу награды. Ты любишь кошек тоже, верно? Я люблю кисочек. Если ты понимаешь, о чем я ум, но я готов заходить. С вами Юджин, и сегодня, друзья, я снова устроился работать курьером. Многие из вас знают, что до канала я работал курьером, и вот теперь, поскольку все плохо, придется снова идти работать. Я пойду работать в Японию в игре Night Delivery. A Deliveryman 31. Так что, моя доставка уже начинается? Это я уже ночью что-то доставляю? Меня доставляют, походу. Давайте зайдем внутрь, это моя последняя остановка. После того, как я доставлю эти пять посылок, я закончил на сегодня. Все, надо подобрать посылку. Подобрать? Да. Это очень долго делается что-то. Давай, если ты с таким темпом, если неудивительно, что ты до ночи все это разгребал. Нажмите Tab, чтобы открыть ваш инвентарь. Вы можете также переключать предметы, используя скролл. У нас всего одна коробка. Куда ее доставить надо? А тут какой-то адрес написан на коробке? Ничего же не написано. Куда мне идти? Ну, давайте попробуем сюда, в 102-й. Алло. Нет? Может быть, 103-й? 105-й? Погодите, а где 104-й? Странная нумерация. Здесь нет 104-го. Но есть 106-й и сразу идет. То есть, они не... Я думал, сначала могут быть почетным числом, но нет. Так, давайте попробуем, может быть, наверх подняться. Я вообще не понимаю, что я делаю. Как всегда, у меня затуп. Но игра особо не подсказывает. Что это? О, песик! Так, стоп, это доставка мне? Это мне посылка? Отдай. Песик, отдай. Песик! Дай, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Он не дает мне. Клевый песик. Хороший, все равно хороший. Это что? Это качельки покачиваются. Я точно не сюда пришел. Это стопудово не тот адрес. Ну, естественно, я запутаюсь. Я первый день в Японии. Я не понимаю, как тут адреса вообще написаны даже. Как их определять? Как читать? Окей, пойдемте наверх. Боже мой. Что за звуки? Может быть, игра сама меня вот выведет как-то на нужное место. То есть, я просто должен идти и внезапно какой-то триггер задеть. По-любому. Так, так, так. Стоп! Видите, уже какие-то триточки появляются. Значит, мы близко. Мы супер близко. Вот! Что мне сделать? Дайте позвоним по домофону. Ой, что я дергаюсь. Постучай в дверь. Нет. Давайте еще разок. 206-й. Это не наше. А, все. Мы даже больше не можем уже юзать эту дверь. Но погодите, там тоже были три точки. Мне кажется, мы могли ее юзать. Просто почему-то не получилось. Интересно, а курьеры именно об этом думают? Так, эту дверь я не могу ее трогать, потому что пока нет трех точек. Я не могу ее трогать, даже когда есть три точки. Не каждую дверь с тремя точками я могу трогать, вот. Вот, смотрите, еще одна дверь. Три точки, не работает. Как же понять, что отличает эту дверь от других дверей? Видимо, нам надо выше. Но четвертый этаж забаррикадирован. Погодите, смотрите, та дверь открыта. Чувак ее просто открыл в итоге. Стоял там с открытой дверью и ждал, пока я снова вернусь, молча. Ты че стоишь просто так? Мог бы позвать меня? Ооо? Вы че так долго? С глаз долой свалите. Вы че? Вы псих? Он спятил. Он взял посылку-то? Он забрал посылку? Его еще смутило, что я так долго? Он даже не открывал гребаную дверь. Мне нужно менять работу срочно. Я не могу это выносить. Итак, смотрите, получается, у нас уже одна посылка доставлена. Теперь еще четыре. Еще, блин, четыре. Нужно вернуться обратно к своему грузовичку. Ну че, давай, не знаю, пакетч B, пакетч D. Блин, нам придется, да, давайте ее. Не написано даже, куда ее нужно доставлять. Какую квартиру? Или я не досчитал просто? Походу, я просто не прочитал. Ну ладно. Давайте будем по порядку идти, точно найдем. Опять же, неудивительно, что я до ночи все это дотянул, потому что я наверняка просто иду наугад, в каждую дверь стучусь. Не вы ли посылку заказывали? О, смотрите, я могу пользоваться лифтом. Лифт. Едет. Ага. Мы таким образом эти мешки с мусором сейчас обогнем. Отлично. Ой, какой узкий лифт. Жесть. Давайте попробуем на четвертый этаж. Офигеть, он узкий. Мне неприятно здесь находиться. О, боже мой. На четвертый этаж тоже не можем попасться. Хорошо, давайте на пятый. Оттуда спустимся вниз. А тут есть минус первый этаж? Нету. Мы на пятом. Кстати, отсюда будет очень трудно сбежать. Если что. Так, пятьсот. Давайте сразу этот этаж посмотрим. Может быть, нам все-таки сюда. Вот оно. Так, давайте что. Ну, по домофону самый цивилизованный способ. Не открывай. О! Как вы быстро открыли. Вот ваша посылка. Что там, котик? Спасибо. У меня есть для тебя награда. У-у-у. Я хочу награды. Ты любишь кошек тоже, верно? Я люблю кисочек. Если ты понимаешь, чем я могу, но я готов заходить. Возьми это и свали. Что? Консервы? Вот так всегда. Вот так всегда. Ладно. Ладно. Это лучшее, что мне сегодня дали. Мерзкую консервную банку. Окей. Как я одинокий. Господи Иисусе. Ну, ладно. Ничего страшного. Вы ничего... О, боже мой, я испугался. Ничего страшного. Все в порядке. Я привык к одиночеству. Одиночество, знаете, оно... Оно пугает. Одиночество, оно позволяет тебе концентрировать энергию на других вещах. Хорошо. Пэккэдж Ди, пэккэдж... Давайте по алфавиту теперь. Итак. Доставить? Нет. Доставить? Они не пишут, куда доставлять. Ладно. Попробуем. Я не знаю, что мне делать с этой консервной банкой. Там собачка есть. И у него была миска пустая. Отдадим ей. Ну-ка. Да, мы можем менять. Да что бы ты почему-то постоянно это делаешь, когда я прохожу мимо. Я не знаю, как. Опять, что ли, искать просто все подряд двери обходить? Господи, какой ты медленный лифт. Быстрее. Так, давайте четвертый... Нет, стоп. Мы не можем проникнуть на четвертый, поэтому через пятый только. Давайте пойдем сходим вниз, посмотрим. Ну, кто такая свинья? Кто все эти мешки здесь сложил? Вот нам сюда. Давайте постучимся. Я всегда люблю, знаете, разный подход к клиентам. Кому-то стучишься, кому-то ломишься. За кем ты просто наблюдаешь в окно? Эй. Приоткрыл. Оу. Оу. Такое ощущение, как будто это он, курьер, и я ему, знаете, с недоверием открываю дверь. Итак, мы молчим, смотрим друг на друга. Между нами что-то проскользнуло. Какая-то искорка. Мы молчим. Мы молчим очень громко, с восприцательными знаками. Мне страшно. Кто-то говорит. Это я говорю, потому что мне страшно. Я один такой? Разве тебе не страшно? Это место. Как будто бы становится частью их. Неважно. Забудь об этом. Что? Посылку ты будешь брать или как? А. Я? Я... Я не покидал эту комнату. Я не знаю. Я уже перестал считать. О. Да. Ты здесь, чтобы посылку отдать. Ну, не знаю, могу ли я тебе доверять или твоей посылке. Пока что. Поговори со священником. Я не могу доверить тебе, пока ты не поговоришь со священником. Он сказал, что живет в апартаментах номер 105. Окей. Чтобы отдать тебе гребаную посылку, я должен поговорить со священником. Хорошо. Мы осветим эту посылку. Не переживай. 105-й он сказал, да? Хорошо, идем. Блин, эта работа становится и все интересней. Давайте вниз пошли. Боже мой, что за странный чувак? А! 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 Что за скорость? Мне показалось, что мой лифт падает. Блин. Так, 105-я, это вот туда. 102-я. 103-я. Нет, 104-я. Я не понимаю, что за прикол. Где 104-я? Эй, давайте по домофону. Пожалуйста, откройте мне дверь. Здравствуйте. Боже мой, я испытал какой-то ужас маленький. Такой, знаете, внутри шок. Что это такое? Почему вот это с таким лицом? Как же это крипово, господи. Я все это вслух говорю. Извините, я святой отец. Тсс. Ага. Я вижу, Мишура послал тебя сюда. Я местный священник. Больше не говори ни слова. И я чувствую, что эта посылка проклята. Но, мне нужно сначала сделать предложение. Подношение, скорее всего. Перед тем, как я смогу совершить освещение данного объекта. Деньжат, пожалуйста. Что? Тсс. Я должен ему деньжат дать. Мне нужна наличка. Во имя всего святого. А ты что, не понимаешь? Перед тем, как я смогу осветить этот объект. Так как я тебе дам? Где наличку-то взять-то? Наличка, наличка, наличка. Давайте подумаем. А, я могу пойти к этому парню и попросить у него налички. Что это? Погодите, это котик. А-а-а. Что у меня? Что у меня с глазами? Какой-то злой котик. Но у меня есть вот что для тебя. Ага. Жри. Так, и мы можем порыться. Кухей. Как ты поживаешь? Как новые апартаменты? Тебе пришлось выехать из предыдущих апартаментов, потому что предыдущие жители были не очень к тебе благосклонны. А в этот раз нормально? Предыдущие люди выставляли себя дураками, когда они грубо высказывались насчет инвалидности и рабочего пособия, верно? Я говорил это много раз ранее. Не ты тут плохой. Не вини себя. И еще, не будь таким нетерпеливым насчет работы. Кухей, ты мой сын. Ты будешь в порядке. Все наладится. Мама. Я начал читать, как отец. Смотрите, это как интересно. Хорошо, мы нашли этот секретик. А денег-то мы здесь не найдем, случайно? Нет, кто выбрасывает, блин, деньги? Ну, давайте еще. Пооткрываем, пооткрываем. Нет, эти уже не открываются, все. Теперь надо как-то у собаки понять, каким образом забрать... О, человек. Мелочи не будет. Мне тут нужно священнику заплатить. Какой ты хриповый, господи. Я сейчас поднимусь. Что? Такое ощущение, как будто это он поворачивается с таким скрипом. Как будто он робот. Почему-то я так подумал, что он исчезнет. Кто это? Человек, куда он делся? Окей. Давайте пойдем попросим денежек немножко у того чувака. Все, едем наверх. Боже мой, начинается, блин, начинается. Мне настолько нужна эта работа, что я буду до конца здесь, да? Доделывать ее. Может быть, просто свалить домой. Грузовик рядом здесь. Окей, ладно. Окей, ладно. Извини, я знаю, ты мне не доверяешь, но, пожалуйста, денег дай. Ты поговорил со священником? Прям лично? Как тебе повезло? Я только перекинулся с ним пару слов через домофон. Так ему нужны деньги? А, ну конечно. Все, что говорит священник, это правильно. Вот, дай ему это. Постарайся побыстрее все это ему дать. Я не хочу, чтобы священник ждал дольше. О, бабки. Спасибо. Сейчас приду. Это огромная банкнота. Я держу ее прямо перед носом. Как будто я ее нюхаю. А, запах денег. Нету запаху денег. Деньги не пахнут, друзья. Запомните это. Пожалуйста, без стремных всяких мужиков, окей? Здесь нет. Он, скорее всего, просто зашел обратно в 202-ю. В 202-ю, кстати. Можно будет Толю зайти посмотреть. Сэр? А-а-а! Какой ты неприятный! Давай-ка я перепроверю сумму. Погоди. Что? Это же недостаточно. Что я, Мишура, реально подумал, что он может вот так вот, с вот этим вот откупиться. Это недостаточно. Иди больше принеси. Такой милый мужчина. Мне очень нравится он. Мы сейчас делаем курьерскую работу внутри курьерской работы. Потому что нас и здесь посылают. От одной квартиры в другую. Пожалуйста, ты дурак? Ты так мало денег дал. Быстро дай. Что? Это недостаточно? Простите меня, священник. Я надеюсь, что вот это поможет. Это все, что у меня есть на этот месяц. Я попрошу моих родителей дать больше. Окей, хорошо. Да какой же ты неприятный. Вот тебе. Дай-ка я перепроверю. Погодите-ка. О, нормально, нормально, да. Конечно, вот немножко вот маловато, но нормально. Я его прощу на этот раз. Давайте начнем ритуал. Что я должен сделать? Готово! Это было сложно. А теперь уходи! Боже мой! Это очень стрёмно. Ситуация просто отвратительная. Но если парню от этого легче, сейчас мы ему отдадим его посылку. Мы не вмешиваемся. Мы всего лишь курьер. Кто мы такие, чтобы осуждать? Правильно. Никто. Мы просто делаем честно свою работу и ни во что не впутываемся. Потому что мы хотим домой вернуться и получить свои деньги. Честно заработанное. Простите меня, священник. Я готов забрать посылку. А теперь уходите. Боже мой! Это была третья посылка, и она столько времени у меня сожрала. Ладно, и нам еще две осталось. Я очень не хочу напороться на того парня, который вот здесь был, из 202. Ладно, пойдемте. О, опять. Она опять это делает. Там кто-то внутри, сто пудов. Хорошо, давайте попробуем вот эту большую. Интересно, куда ее нужно доставить. Опять придется пройти по всем квартирам, видимо. Идем. Стоп. Я иду не сюда. Нам надо вот сюда. Сто пудово в 202. Ну-ка, нет, не сюда. Однако ее можно будет задействовать потом. Оказалось, что это 305. И что же мне сделать? Ну, давайте попробуем постучать. На что это влияет, интересно? Каким-то образом это новая концовка мне даст? Или как? Открываете или как? Сэр. Мэм. Боже мой. Мне войти? Я войду. Окей, посылка. Мэм. Я не могу никуда идти дальше. Сейчас приду. Меня ведь закрыли, да, блин? Я не могу никуда идти. Я могу только стоять здесь. Кто там? Кто это говорит? Черт тебя дери. Какого дьявола ты? Как ты там оказалась? Вот тебе, коробка твоя. Она не такая была. Эй. С вами все в порядке, женщина? А ты че делаешь? Я вообще... Это посылка. Это рама для кровати. Ты поможешь мне собрать ее, верно? Может быть, не надо? Это посылка. А, окей, хорошо. Ну, давайте. Мне проходить? Что? Это что такое у тебя? А, это просто... Очень странно выглядит все это. Я пройдусь, посмотри, как тут у тебя вообще хатка. Нормально? Здесь рак, да? Здесь... О, здесь туалет. О, а это что такое? Как это так? Как это так? Как ты тут на нем сидишь? Как это ты это делаешь? Я не буду спрашивать. Ванная. Отдельно. Раковина. Все отдельно. О! Какой неприятный был эффект. Ладно, ладно. Я вот сюда. Это нельзя открыть. А где спальня-то у тебя? А, погодите. Вот сюда нужно, да? Да? Ну что, давайте установим. Мы сделали. Где ты? Что это за знаки? Я не знаю, что это значит. Типа, кровать сюда она написала? А чем она написала? Кровью, что ли? Нет. Нет, 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 нет. Я все, спасибо, спасибо. Я ушел, я уш... Чш... Черт! Я должен пойти сюда? А! Где? Какого? Какого дьявола? Где я? Дверь открыта? Пожалуйста. Уходим! Черт возьми. Ладно. Все в порядке, все в порядке. И кто я такой, чтобы осуждать? У каждого свой образ жизни. Я всего лишь курьер. Моя задача доставить посылку. Этого здесь не было. Не было тебя тут, я помню. Вот так вот работа курьера, знаете, она очень интересная. Она дает много опыта, поскольку ты видишь, ну, мельком, не полностью, но видишь разные судьбы, разные жизни, разные культуры. И ты набираешься опыта сам, пока работаешь курьером. Правда? Это так есть. Я без шуток говорю. Последняя посылка тем временем. И я поеду домой. Итак. Возможно, это, кстати, 202-я. Оттуда на нас смотрел чувак. Так и есть. Давайте ему домофончик. Издалека, пожалуй. Че-че, так. Хотя он не увидит меня. О, нет. О, нет. Это кат-сцена. Я не могу контролировать ее. Ребенок убежал. Ты тебя никак не парит это, нет? Мой ребенок! Ты должен поймать его. А! Да, я поймаю сейчас. Окей. Куда он делся? А куда он делся? Вот этот велик. О, неу, 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 неу. Где я? Что это за место? Куда я пошел? Зачем я сюда пошел? Мы можем зайти вот сюда. Да, тут секреты. А, мы сейчас на детскую площадку придем, кстати говоря. Вот песик, а мальчик? Мальчик! Песик! Ищи! Ищи, песик! Молодец! Песочница должна быть, но его здесь нету. К священнику побежал! Ну, конечно же! Куда еще мог побежать маленький мальчик? Давайте зайдем, спросим. А, нет, не здесь. Смотрите, дверь приоткрыта! Смотрите, дверь приоткрыта! Я пойду отсюда. Я просто пойду, извините. Вот еще одна дверь приоткрытая. Нам туда. Четыреста третья. Кто здесь есть? Тут ребенок не забегал к вам? О, нет. Это другая квартира. Это не той девушке, точно. А что это за... Что это за фотки? Это фотки холодильника! Кому-то бы. Да? Это холодильник. Который стоит вот там. А-а-а! Что это? Что это? Да что с этим домом? А-а-а! О, как будто это у меня в животе бурчит. Повсюду фотки холодильника. Открыть, закрыть. Не открывается и не закрывается. А! Впервые мы на балкон вышли. Ой! Простите, пожалуйста. Я не должен был, наверное, это делать. А может быть и должен был. Вот я уронил это. Не надо спуститься теперь туда, назад. И поднять. Почему ты не открываешься? Ладно. Я думаю, надо валить отсюда быстрее. Смотрите. И здесь даже картина есть. Смотрите. Я нажал на эту картину. Слышу смех детский. Ребенок здесь. Ой, блинушки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все картины попадали. Нет, они появились все здесь. Их не было тут. Опа, что? А, это просто открыть дверь. Что-то изменилось. Слышите? Он здесь. Ах ты, маленький, блин, жирный, пухлый засранец. Иди сюда. Головой у тебя об стену. Все. Все, 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 все. Сейчас отнесу. Сейчас отнесу домой. Что? Вы кто? Открыть? Да. Что? Я могу зайти? Куда он по... Что это значит? Господи Иисусе, как это стремно все. Черезначего ожидать. Скинуть бы. Какой там был этаж? Второй или третий? Давайте попробуем третий. Это, наверное, небезопасно ребенка вот так выставлять в летовую шахту. Погодите, мы застряли. Мы застряли. Что это значит? Нет. Бери мальчика. Бери мальчика. Меня не трогай. Где мальчик? Это сатанинский ребенок. Я так и знал. Все стало красным. Где ребенок? Мой грузовик. Он здесь. Лестница! Она всегда здесь была? Я должен взять вот эту... Это деньги. Какие-то огромные деньги. И посылки. И еще посылки. И еще, и еще. И все, все, все. Все взяли. Итак, смотри. Рум 502. 202. Хорошо. Нам придется доставить их всех. Используем для этого лестницу. А погодите, а вот эта лестница... По ней можно тоже лезть? Ну, конечно. Вы видите, тут все... Все забаррикадировано. Значит, смотрим. 206. Она находится вон там. Страшно. 202 находится тут. Я могу сейчас к ней вот по этой лестнице дойти. Бо! Не могу дойти! Окей. Значит, только по этой. Та, блин. Забраться. Ну, получается, вот следующее. Окей, тут только один путь. К какой квартире первыми придем? Туда и доставим посылку. Что-нибудь с третьего этажа? 305-й у меня есть. Ну, до 305-го хрен доберешься. Смотрите, все закрывали. Я думаю, мы можем вот эту использовать, лестницу. Ага! И 202-я. У нас какая в руке, кстати говоря? Вот, используем вот эту. Пожалуйста. А, 502-я. Вот. Извините. Все. Все мы доставили. Что-то... Стоп! Ребенок ходил на улице этим утром. Он просто милашка. Это сын Марика. Из комнаты 202. Как только Марика заметила, как я смотрю на ее сына, она схватила своего сына и забрала обратно домой. Держись подальше от моего сына! Я что, микроб для нее? Это как бы страница дневника. Первая страница. Значит, мы сейчас историю какого-то человека выясним. Хорошо. До сюда мы дотянемся? Нет. Нам нужно подниматься выше. Мы на третьем этаже. И с третьего можем только на 305-й пойти. 305-я хата. 305-я. Нет. Мы не можем сюда попасть. Но мы можем пойти выше. Итак. 402-я. У нас есть посылка для 401-й, кстати говоря. А! Нельзя! Черт, его 401-я! Погодите. Мы сейчас к ней не попадем. Здрасте. А вот и 400... Стоп. А из пятого этажа у нас есть только 502-я. 502-я! Сейчас мы сразу... Раз. Еще на дневник номер два. Сегодня я отдал кошачью консерву Эрике. Из комнаты 502. У меня есть еще собака. Поэтому я надеюсь, мы сможем с ней подружиться. Она сказала мне, что я отвратителен. Но я верю, что не может быть плохих людей, которые любят животных. Я был ранен, но... Но... Узнаем, что... Но в следующей... Посылке. 401-я. Итак, 401-я. Это пятый дневник! Блин. Я думал, я смогу подружиться с Мишуру Саном в комнате 401. Учитывая то, что мы были одного возраста. Но я никогда не видел, чтобы он выходил из комнаты. Я решил просто навестить его. Он, наконец, вышел с третьего раза. Я не думаю, что кто-нибудь может подружиться с таким, как ты, сказал он. Вот и все. Дверь закрылась моментально. Вот что это за письмо мы нашли про человека, который пытался со всеми подружиться. Но у него что-то не вышло. Хорошо, нам нужно пойти вот сейчас сюда и каким-то образом дальше пройти. 206-я и 305-я еще остались. Куда мы еще можем отсюда попасть? Мы бы могли сейчас спуститься сюда и дойти до этой лестницы. Да? Правильно? Чтобы потом дойти до той, правильно. Где мы? Где мы? Это четвертый этаж. У нас из четвертого больше ничего нету. Но нам нужно на второй попасть. И на третий еще. Ибо 305-я. Да, 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 да. Мы сейчас, коротки, попадем туда. Оу. А мы не можем попасть. Но мы попадем сейчас на 206-й. Вот она. Четыре. Ночью мистер Такео из комнаты 206 тащил коробку, набитую банками из-под пива. Я сказал, может быть, мне вам помочь? Ты какого хрена хочешь тут помогать? Если у тебя есть время помогать, тебе не нужно сидеть на пособии. А, welfare это не богатство, а именно пособие. Ты просто абуза для общества, сказал мистер Такео. Что? Интересно, все люди вокруг думают обо мне так же. Окей, и осталась последняя. Получается 305-я. Это сюда. И сейчас мы узнаем, что же за но там было. Ариса из комнаты 305. Она студент. Она также работает в полсмены в ближайшем магазине продуктов. Я вижу, что она очень усердный работник. И я уважаю в ней это. Когда я подумал, что она даже не скажет мне привет, когда мы проходили мимо друг друга первый раз этим утром, она сказала, ты что, преследуешь меня? Стремный выродок. Но я не преследовал ее. Погодите, но теперь мне нужно кому-то отдать деньги. Ну, конечно же, священнику из 105-го. Получается, мне придется весь путь проделать еще раз. Вот вниз можно пойти. А отсюда мы можем еще вниз пойти. И священник, последний. Ой, блин, страшно. А, мы снова в лифте. Все, наши глюки нас отпустили. Ведь, погодите. Нет. Последняя страница дневника. Этим утром я увидел Юкичи в комнате 105. Он шел. Кажется, он священник. И я подумал, что он был милым человеком. Поэтому я пошел, чтобы поговорить с ним. Что делает этот слабенький мальчуганчик? Я не хочу видеть это бесполезное создание без денег. Никогда не появляйся возле моей двери снова. Сказал он. Может быть, он был в плохом настроении. Парень, который... История, которую мы сейчас узнаем, получается, был не самым симпатичным. И был, видимо, инвалидом еще. Но почему они все такие же стрёмные? Почему так они к нему относятся? Непонятно. То есть, особо я никогда такого в жизни не видел, чтобы кто-то так относился. Куда нам нужно? Третий? Четыртый? Пятый? Пятый? о боже мой ребят мне кажется я даю высший балл этому скримеру я никогда так не пугал я вот отвечаю я никогда в жизни так не пугался в меня впервые вселился знаете вселился страх который еще никогда не испытывал я реально вот мои глаза увидели что это был человек и из этого дергания быстрого я успел заметить нож в его руке и мне прям как будто бы раз про уже пырять начали как это было страшно ребенок какого хрена ты заставил меня через это пройти боже мой забери где он где ты женщина все мне плевать это он постоял вот здесь сюда это этот человек был посмотрите что это бутылка что бутылку water поймите за посылкой последний я хочу домой быстрее я настолько не ожидал я настолько не ожидал смотри самая маленькая здесь не было что давайте доставим я настолько не ожидал что сейчас что-то будет это самый изощренный скример в мире кроме его доставить стоп а может водичку нужно собачки в миску я уже принципе понимаю в чем история этот чувак обиделся на всех и начал всех резать собачка привет да 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 хорошая собачка какая классная собачка кахей ты привык к новой атмосфере ты сказал что ты максимум усилий прилагаешь чтобы подружиться со всеми в этом здании ну что ты подружился со всеми я знаю что ты очень милый и вежливые я надеюсь другие люди тоже это чувствуют начни сначала с одного человека и еще ничего страшного если ты будешь работать медленно ты часто думаешь пессимистично думай а больше о позитивном и кстати как собачка а кичи а кичи по моему звали и покажи мне собаку в следующий раз хорошо мама для собака это чувака а вот я кто конкретно в этой истории просто курьер который случайно как-то в этот замес попал опять эта собака бы я уже боюсь тех резких движений куда-то побежал с этой собакой я должен следовать за ними должен ли я следовать до божем я не знаю должен ли я сюда идти а здесь конец карты ладно а вот сюда а вот сюда что а это мы сразу попадаем обратно вот сюда хорошо пойдемте по этажам нам осталось последнюю странную посылку а пока 404 все понятно нам нужно четвертый этаж я надеюсь это последний скример такой я слишком испугался и не в месты на перед вами друзья это было очень смешно я думаю я думаю я такой был без визжайший с ючкой что это просто оборжаться можно но я вам я просто я никогда так не пугался серьезно постучимся открывай открывай как тебе как тебе набрать опять он нет к самой сатане сейчас походу заходим смотрите стол стоит на стене это совсем неправильно пособие мы посылку доставляем с этому самому чуваку маньяку я не могу прочитать здесь ничего почему так тихо стало я не знаю что значит не знаю что значит за пособие бы чувак тоже не разобрался в этом пособии как его получить потому что все на японском и психанул вспылил сюда идем нельзя холодильник тот самый на фотках открывай открывай гребаный холодильник что 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 значит это все боже мой головы нет он себе голову отрезал хреново видно все представляю как на ютюбе все это будет сейчас выглядеть хорошо о боже мой у них у всех головы отрезаны это все они смотрите у нее нож в глазу он всех затащил в эту комнату ой друзья как трудно мне видеть представляю о лэнд лорд 53 а это мы смотрели запись о лэнд лорд это домовладелец нам нужно взять фонарик что здесь мы можем еще взять больше ничего тогда мы должны видимо пойти проверить что-то где мы вообще находимся сейчас вот ага это вот самая первая квартира 101 сейчас мы быстренько осмотрим еще чтобы ничего не упустить кажется все куда нам нужно теперь здесь есть мой груз болен почему не просто не пугает это здесь даже нет моего грузовика окей это видимо до того как приехал курьер я не знаю что нужно сделать давайте обойдем все квартирки посмотрим на задний двор собачка а че то так темно стало собачка как дела окей сиди сиди занимайся своими делами я пошел слушайте а может быть нам нужно на 404 зайти в ту же самую квартиру которой мы только что были так мы на пятом этаже спускаемся вниз я осмотритель этого дома я самый главный здесь 404 вот она точно мне надо суда все так же как и было документ нет холодильника еще пока меня убьют сейчас да что я должен сделать я должен сопротивляться как что это нога очень медленно идет почему вижу только одну ногу вот 2 ладно что он такой странный кто это не пугай меня не пугай меня что это было на нем холодильник концовка вторая очки мы получили вторую концовочку а как получить первую чтобы получить первую концовку мне нужно было перепройти сейчас всю игру и я внезапно вспомнил что я забыл поднять горшок а вот что здесь ключ какой-то ключ от почтового ящика номер 404 и кстати 404 это единственная квартира с номером 4 потому что на всех остальных этажах нету там 304 204 есть только 404 это как раз таки квартира того чувака маньяка который всех убивает и так где почтовые ящики мы сейчас увидим посылку которую ему именно адресовали здесь есть письмо к хэй ты в порядке я давно ничего от тебя не слышала поэтому решил написать тебе письмо снова ты очень склонен впадать в депрессию самого своего детства не слишком парися о своих своих особенностях я беспокоюсь к хэй иногда депрессия может стимулировать взрыв нервный к хэй ты самый прекрасный и самый милый человек которого я знаю и помни я горжусь тобой звони мне когда хочешь если что угодно случится папа и я всегда будем на твоей стороне работой тебе не обязательно заставлять себя работать ты знаешь кстати говоря бабушка хочет увидеть твое лицо возвращайся когда-нибудь хорошо мама но ему все равно что родители его любят он хотел любви всего остального мира собственно теперь я готов войти в квартиру 404 но я пока еще не знаю как не получить собственно первую концовку будем действовать осторожно давайте не будем юзать холодильник что там говорит не могу разобрать но давайте ладно может быть зайдем прекратилось хорошо это пособие снова может надо что-то поюзать что-то другое сделать а что то что-то особенно а может быть вот сейчас такой увидел холодильник давайте не будем пока его использовать давайте посмотрим что тут вообще есть помните здесь была куча трупов но теперь их нету они появятся как только я заюзаю холодильник а что если я посмотрю в округе что нибудь еще есть что нибудь эдакое есть вот другая квартира это неприятный звук что это значит а мне мурашки по коже идут от этой игры я правда не знаю что мне нужно сделать чтобы получить концовку другую давайте не будем запираться да пожалуйста я открою только приоткрою он не открывает я валю отсюда дверь закрыли они смотрят они смотрят все они смотрят блин как это жутко выпустите меня пожалуйста они все смотрят это их души нет открылось там что-то было там были куски тела как раз таки посыльный решил покинуть это место он знал что здесь что-то произошло в этих апартаментах а он знал что произошло в этих апартаментах и отправился в местную полицию он рассказал все что произошло в деталях и полиция увидела жестоко изуродованный труп сперва полиция решила что он совершил самоубийство полиция также допросила смотрителя этих апартаментов Накайоши апартмент которые потеряли всех резидентов и также смотрителя который присматривал за домом изменили свое свой логотип и название и они все еще ждут когда появятся новые жильцы концовка первая вот она как я не знаю что я конкретно сделал но тем не менее мы получили первую концовку и боже мой это игра ребят это игра это что-то безумное я никогда так не пугался еще раз один скример просто сделал для меня все что вы думаете друзья надеюсь вам понравилось если хотите больше таких хорроров от меня то ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите об этом в комментариях также не забывайте что у меня появился дискорд канал на котором мы с вами общаемся например вчера я проводил конференцию где я отвечал на ваши вопросы вживую через микрофон представляете так что подписывайтесь на мой дискорд подписывайтесь на мой телеграм и вступайте во все мои соц сети которые будут в описании под видео ну а с вами был Юджин друзья огромное всем спасибо увидимся очень скоро ВСЕЕМ ПЯТЬ субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok